В загородном парке Владимира прошёл национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй. Он внесён в список шедевров всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Организатором выступила автономия татар Владимирской области при поддержке областных и городских властей и волонтёров. Сабантуй в переводе с татарского – праздник плуга. Это праздник после весенних полевых работ, отмечается после посевных, в сёлах, потом в районах, потом в городах. Но у нас, к сожалению, такой возможности нет. Мы проводим только в областном центре. С каждым годом гостей национального праздника становится всё больше. Впервые в гуляниях участвовали представители башкирской общины Владимира. Более ста человек в этом году приехали из Татарстана и Башкирии. Всего в загородном парке собрались несколько тысяч человек. Одна из площадок праздника – арена. На ней состоялись соревнования по национальной татарской борьбе кюреш. Спортивная составляющая для праздника обязательно. Главный приз состязаний – баран. Этот муратик у нас буйный такой, чувствует такой горячий, ловкий, здоровый. Барана в этом году мы привезли издалека. Издалека искали такого красавца, красивого баранчика. Я его привез из Вязников. Сабантуй – это шуточные конкурсы, песни, танцы, угощения. Гости праздника попробовали национальные блюда – плов и выпечку. Без неё не обходится ни одно мусульманское застолье. Все рецепты передаются от матери к дочери. Готовят часто на открытых очагах. Коштели называется это. Скажем так, из перевода на татарский, из татарского языка – это птичий язык. Ну, скажем, на русском это как хорост. Ну, чем наша нация богата? Выпечкой, гостеприимством и вкусным чаем. Костюмы – ещё один предмет гордости татарских женщин. Без головного убора наряд неполноценный. Самый распространённый узор – тюльпаны, символизирующие чистоту и дружбу. Кстати, на Сабанту ежегодно приходят представители всех народов, живущих во Владимире. Ведь это праздник единства. Екатерина Старикова, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.